Я оказываюсь в совершенно разрушенном состоянии, и нужно было найти опору. У нас четверо детей, взрослых, куча внуков. И я потихонечку стал писать, осмыслять свою жизнь, и появилась такая скандальная книга, которая пережила три издания, Алтайский декабилон. То есть в чем, собственно говоря, ее... Да, и у меня даже из Красноярска мне звонили, там организовали фан-клуб, настолько произвел впечатление это. Вот это сборник рассказов, новелл. И мой знакомый, который вернулся из Молдавии, вот он сам рядом, он это, значит... Я говорю, я ему подарил эту книгу, он говорит, а тебя знают, Молдавия. Говорит, читали твой Алтайский декабилон. У меня, конечно, потрясло это совершенно. Но это заслуга моего литературного агента, который в то время меня, значит, популяризовывал. И так далее. Я, продолжая тему 60-х, я хочу прочесть буквально несколько таких замечательных рассказов, чтобы проиллюстрировать вот это вот, вот это время. Вот, и сейчас, сейчас, минуточку. Вот, например, вот, Саша, вот этой, вот этой иллюстрации у тебя нет. Вот, у нас, это я просто... Ага, поднеси туда. Ага, поднеси туда. Да, вот этой иллюстрации у тебя нет, а это называется «Сталинские портянки». «Сталинские портянки» – это хорошо звучит. Она небольшая, буквально. Прямо была. Деньги приходят и уходят, не в них счастье. Самое важное, на свете будут люди, которые были с вами в самые трудные времена. Амар Хаян. У комаровых бабка подохла. Нельзя так говорить мальчик. Это скотина дохнет, а человек умирает. Все равно подохла. Вон, похоронка подъехала. Сейчас гроб выносить будут. Старенький черный ЗИС, 154-й, переделанный в ритуальный автобус, послеповато щурясь слабенькими фарами, сдавал назад вдоль нашей пятиэтажки. Какие-то люди в черном, с красными повязками на рукавах, стали выносить из последнего подъезда закрытый гроб, отделанный кумачом. За экрану хорооркестра, музыканты с непокрытыми головами, ежесь от пронизывающего ледяного ветра, исполнили тараонный марш. Мамочка, надо в школу бежать. 15 минут до звонка осталось. Мама сделала кулек из обычной газеты и надела его на ногу Лехи, ученику первого класса школы номер 160 в Ворошиловском районе города Москвы. Затем левая рука она зафиксировала это сооружение на пятке, а правой стала натягивать хб-шный носок. Ну вот, теперь точно не замерзнешь. Мама проделала такую же несложную операцию с другой ногой. Выскочив из подъезда, и Леха стал протискиваться сквозь толпу, возникшую не весь откуда, как это обычно бывает в подобных травмных ситуациях. Музыканты вместе с автобусом уже заворачивали за угол. Леха, набирая обороты, рванул по направлению к школе, поели заметные тропки, берег с угробами. Курточка на рыбьем меху не спасала от пронизывающего ледяного ветра. Мелькнула мысль, а что если под рубашкой обернуть газеты? Будет ли сверху так же тепло, как ногам? Пальцы окоченили, и Леха сомал портфель под мышку, спрятал заледеневшие в байковых варежках руки в карман куртки. Стало немного теплее, но идти по сугробам с портфельной подмышкой было неудобно, и он замедлился шаг. За углубь эти этажки показал школу номер 60, прозванной «Красной», хотя и кирпичные стены были темно-бордовыми, а пелясные с брельефами русских советских писателей выделялись ослепительно-белым светом. 61-й год. Неподалеку виделись желтые и зеленые школы, тоже названные под светом фасадов, но построенные значительно позже, уже не из кирпича, а из бетонных блоков. Еле успел, подумал, и его услышав первый звонок. Дежурный строго посмотрел на него сверху вниз, проверил наличие сменки и открыл вторую дверь в дебный коридор. У гостеробной маячил сутулый силуэст сошеклассника Сереги Комарова. Комаров, послушался голос заучи школы, «Да почему не переодеваешься и не идешь в класс?» «Да у меня бабка сдохла, меня классная отпустила». Ну, во-первых, не бабка, а бабушка, а во-вторых, не сдохла, умерла. Дохнет только скотина, мальчик. Комар или Сергей Комаров, благоряд за детиной седьмого класса, с белесыми бровями и невразительным лицом, лично сгорбленный, с поднятым воротником, темно-серого лимисизионного пальто и прилипший папирос и голубь там, косил подблок нога. Детская зона, я по малолетке ходку тянул, но всерьез его никто не воспринимал из-за гнусавого от перебитых в детстве носовых хрящей голоса и вечной капли на кончике выдающимся через горбинкой носа. Ну, чё, гундосы? Шась изразевалки, а то народ жалуется, что деньги стали пропадать. Дежурный огромного роста и плотного телосложения придвинул Комарову или на улицу или в класс, третьего не донул. Подумаешь, у меня может быть горе, бабка умерла. Ну и катись со своим горем своей бабке. Так, Комаров вмешался задавал. Быстро покиньте школу, нам нужно дверь забереть. Последний звонок. Лёха бежит в гардеробную, находит свою куртку и быстро, сменив обувку, выбегает на улицу. Конец января, темнеет рано и наступивший вечер странным образом напоминает раннее утро. Голуби попрятались по застряхам крыш, да и снегирей, в другие дни открыто сидящих на заснежных ветках, тоже свет простыл. После тёплой школы мороз на улице кажется особенно зверским. Несмотря на опущенные уши, шапки-ушанки, мочки затруднили и стали противно мертвому белого цвета. Пайковые варежки, засунутые в карман куртки, тоже не спасали. Илюха стал тихо подвывать от болезненных поколораний в кистях рук. Слёзы, не успев скатиться, замерзали на нижних ресницах. Писать было неудобно, так как тропинка заледенела, подскальзываясь, теряя равновесие, Илюха удалялся об острый края каменевших сугробов. Теперь он уже орал в голос, размазывая сопли и слёзы по изредневешившему лицу. Пресекая хоккейную площадку, боковым зрением, он увидел толпящихся людей костёр и сваленный в кучу мебели. Услышал весёлые крики ребятишек, обрадованных почти языческим зрелищем. «Наверное, после бабки жгут», подумал Лёха. «Небось, и валерьянкой провоняло». Уже плохо соображая, он подбегает к костру и сурюет бушующее пламя заледневшей конечности. Неожиданно прямо к его рукам из горящей мебели начинают валиться какие-то брикеты. Рассыпаясь, на ходу они превращаются в красивые денежные знаки, украшенные портретом вождя мирового пролетариата. «Это мои деньги! Никому не трогать!» Вдруг вокруг костра мечется силуэтка Марго Старшего. Извергая проклятие, угроза хозяин детзнаков начинает биться в истерике. «А ты, малец, гребя отсюда, пока цел!» Он пул на бой, сидевший на колчиках, леву. «Бабка, сука, ведь знала, знала и молчала!» Комаров ползает по серым пеплу снега, сгребая двумя руками обомленные пачки. «Зря стараешься! Это уже не деньги по долговым соседам по подъезду Скотников-старшей инвалид войны и законченной алкоголи!» «А тогда что это?» «Так это, сталинские портянки, идиоты!» «Зря ты, что, денежную реформу в прошлом году проводили? Вот от таких, как твоя бабка, спекулянтов, хотели оградить нашу Родину!» «Ты чего, сука, несешь? Она большой начальницей на фабрике была!» «Была, да сплыла!» «Вот она работала себе, что девать некуда!» С этими словами Скотников выхватил из следующей кучей пачеку дензаков и запустил ее вверх. Распавшись на десятки листочков, деньги превратил в серо-зеленых и серо-розовых бабочек с портретами Ленина вместо головы. Пример оказался заразительным, где два раза фюзиазмом принялось запускать и бандрасывал в денежные пачки, радуясь полету разлетавшихся во все стороны то ли птиц, то ли бабочек. Так и не отогрев руки, Леха, подобрал валявшуюся на снегу портфель, схватил сменку и идялся к родному подъезду. Два к древу оставалось не более десяти шагов. Распахнув уличную дверь, не в силу поверить, что он же дома стал бешено колотить в мыском ледяного ботинка дверь в своей квартире и орать во все горло «Мама, мамочка, я замерз!» Кажется, пальцы отморозил, стуча зубами, бросил портфель и мешок со смертой прихорой. Леха бросил самосточек, выходивший из комнаты матери, быстро в ванную. Отец хватает Леху за руки и включает холодную воду. Ледяная история обжигает пальцы и мальчик снова начинает орать и плакать. Но постепенно боль уходит, отец пижем растирает кисти рук махровым полотенцем. Ставь чайник срочно! Командует он матери и подталкивает Леху к кухне самому самому теплому вместо квартиры. Налив из маленького чайника заварки, он добавляет кипятку, кладет в трелушке сахар и, выудив из кармана четвертинку, не отмеряя, плещет водку. Случа забавляя край кружки и обжигая подушечки пальцем, Леха пьет это импровизированный блендвей и горячая волна начинает кругами расходиться от живота по всему телу. Леха обмикает, засыпая на ходу, он идет неверимыми шагами в комнату, ложится на пушетку и с головой накрывается бордом и все как мальелом. Проволонившись сладки текущие мерзновидения, Леха чувствует, что тело им невесомо и находится в полете. Ему хорошо, им очень хорошо. Он среди своих огромных серо-зеленых и серо-розовых бабочек спортретовый вождя мирового профитериата. Вместо головы сталинские портянки, с удовлетворением говорит он и повернувшись лицом к стенке сладко засыпает. Ну что же, миниатюра прекрасная. Давайте, давайте. Подожди, объясни, о чем ты вот это вот за этим ты читал. Оля, не надо объяснить. Это надо чувствовать. Это надо чувствовать. За чем ты это читал. Какой вывод сделать, какой ты читал. В 1961 году я пошел в школу. Макраду, в школу читал. Ликотный и Хюгентен. И за сколько? Как раз, вот была смена валюты. И там дачи были комитетские. Много находилось из 20 копеечных монет, из 15, из 10. Вот. Они... Все спят. Все спят. Нет, просто интересный момент. То, что связано с валютой, с деньгами, все эти реформы, вся эта... Дореведень. А там просто крепкая за так много. Так, друзья мои.